Привет! Я Юлия Вишке, и это одна берлинская история. Если вы живете в Германии, причем неважно, во Франкфурте, Гамбурге, в Мюнхене, в Лейпциге или в Берлине, и если вы хотя бы раз были в одном из крупных немецких городов и немножечко заплывали за буйки проторенных туристических троп, то вы видели их огороды и маленькие сады. Например, в Берлине можно ехать на городской электричке, на Эс-бане, и по обочинам весной видеть цветущие деревья, маленькие домики. Летом, особенно на выходных, кто-то разжигает огромную барбекюшницу, дети плескаются тут же в бассейнах, и все наслаждаются жизнью. И это все в центре города, не по окраинам, а прямо-прямо в центре. Огороды и садовые участки вписаны в городскую жизнь. По-немецки они называются Schrebergarten, и Schreber это не какой-то глагол, который означает что-нибудь прополоть или взрыхлить или еще что-то садовое. Это фамилия. Так часто бывает в немецком языке, что что-то называется по имени того, кто это придумал, как, например, рентгеновские лучи или колонна литфаса. А колонна литфаса — это афишная тумба по имени того, кто ее когда-то придумал. Или, например, долгое время в немецком языке презервативы назывались Фромы в честь Юлиуса Фрома, который первым в мире сделал бесшовный презерватив, и думаю, что пожилое население так до сих пор и говорит. Морит Schreber, однако, не был садовником, не был ландшафтным дизайнером и ничем таким, чтобы было связано с зеленью и с природой. Доктор Шребер был ортопедом. Он руководил в Лейпциге центром оздоровительным и центром по гимнастике. Дело было во второй половине 19 века. И никаких садов он не основывал. Сады, первые сады, появились задолго до него, в 1797 году в городе Капель. Небольшой городок Капель находится на берегу Балтийского моря в провинции Шлезвик-Гольштейн. Тогда и Шлезвик, и Гольштейн принадлежали датской короне. Они перейдут Германии несколько позже. Об этом я рассказываю много и подробно в лекции про Бисмарк. Так вот, в этом городке Капель вместо блюститель Карл Гессенский решает помочь беднякам. Он выделяет землю для того, чтобы на этой земле участки были бы распределены между бедными людьми. То есть он считал, что людям не нужны деньги, а людям нужно помочь, чтобы они смогли благодаря своему труду иметь все то, что им нужно. Так появляются первые небольшие огороды. Карл Гессенский был еще и хорошим маркетологом. Он повсеместно рассказывает о своем изобретении, о своих небольших садах. Десять лет спустя в том же Шлезвиге пастор по имени Шрёдер раздает еще сто участков, и в основном уже ими пользуются не сильно бедные люди, а те, кто могут заплатить небольшую сумму за аренду этого участка. Дальше больше. Уже в 1814 году появляется первое садовое товарищество. Конечно же, со своим уставом и со своими правилами. Если посмотреть на то, что есть сейчас, то когда вы подходите к таким садам, например, в Берлине, обычно вся территория огорожена, и на дверях стоит, что это садовое товарищество, как оно называется, и, естественно, у него тоже есть свой устав. Такие садовые товарищества в начале 19 века появляются и в других немецких городах. Во Франкфурте, в Дрездене, в Хагене, в Вормсе и в Кёнигсберге. И, насколько я знаю, в Кёнигсберге, то есть в современном Калининграде, какие-то немецкие приусадебные участки остались и до сих пор. К 1826 году уже 19 немецких городов обладало такими садами и огородами. В это же время, 1820-е годы, начинается постепенно, в 30-е продолжается, и постепенно растет процесс индустриализации Германии. Появляются фабрики, города растут, и весь устой жизни, который раньше был, он начинает меняться. И, конечно, происходит некое обнищание населения. Об этом подробно у меня в лекции про индустриализацию. А сейчас нас интересует только то, что на заводах работают люди и работают они долго. И вот тут, вот тут как раз важна фигура доктора Шребера. Ортопед Шребер по долгу своей службы встречается с рабочими, которых тяжелый трудовой день, повторяющийся годами, делает больными. И доктор Шребер, а мы с вами еще в девятнадцатом веке, это то время, когда еще операции не соответствовали тем санитарным нормам, которые существуют сейчас, наркоз еще не применялся. Шребер ищет, как же ему восстановить этих рабочих. Он пишет в популярных журналах статьи о том, что важна гимнастика. И в своем центре он как раз многим прописывает гимнастику, различные движения, благодаря которым он считает, можно лечить даже головную боль. И еще он везде подчеркивает, что людям нужно находиться на свежем воздухе, что очень важна солнечная энергия, свет. Благодаря этому человек долгое время может оставаться здоровым или же поправить свое здоровье. Его статьи популярны, его читают. И его читает, например, педагог и директор четвертой гражданской лейпцигской школы Эрнс Хаушильд. Эрнс Хаушильд в 1864 году создает попечительский совет, в котором в скором времени будет уже 264 человека. И этот попечительский совет хочет и в конечном итоге создает площадку для детей, игровую площадку. Попечительский совет и общество, которое выросло из него, Хаушильд называет обществом Шребера. То есть Хаушильд переносит идеи Шребера к школе. Начинать нужно рано, начинать нужно с детей. И он понимает, что в то время существует только школьное здание, но нету никакой возможности для учеников, чтобы они бегали, чтобы они прыгали, чтобы они были на свежем воздухе и чтобы они были на солнце. И для этого выкупается на окраине Лейпцига территория и создается площадка. Один учитель на пенсии, звали его Карл Гизель, несколько лет спустя на краю площадки решает разбить грядки, чтобы дети не только бегали и прыгали, но еще и учились сажать, полоть, поливать и прочее. Детям, однако, это наскучило очень скоро, и за дело взялись родители. Еще через несколько лет спустя эти небольшие участки огораживают, и каждая семья получает участок. И все это, как мы помним, называется по имени ортопеда Шребера. К примеру, школы номер 4 последовали и другие школы, и в отличном итоге все это начинает распространяться дальше по другим немецким городам. И более чуткие руководители предприятий, как, например, компания Круп, решает тоже на территории завода создать участки для рабочих, чтобы рабочие могли тоже сажать картошку, морковку и получать таким образом не только порцию свежего воздуха, но и свежих овощей. Итак, ортопед из Лейпцига, который к 1864 году, когда было создано первое общество Шребера, уже скончался, он становится тем, кто дал имя всем немецким садам и огородом до сих пор. Шребергятн появились из-за его желания, чтобы все выходили на свежий воздух, были бы на солнце и таким образом совершали бы профилактику своего здоровья. С вами была одна берлинская история и я, Юлия Вишкин.